Приветствую вас, Ольга. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. То, что делает ребенок, судя по вашему описанию, это попытка привлечь к себе внимания. И болезненное реагирование на невозможность дать моментальный ответ на его какие-то запросы. Вот, да? То есть, ну, то есть, здесь вполне может чувствоваться, ну, именно, что болезненность. Вот, то есть, когда не могут дать мне то, что я хочу, вот, я на это реагирую очень болезненно, очень тяжело. И в какой-то степени, в какой-то степени, да, это действительно связано с тем, что вы, как бы, ну, многодетная, многодетная мама, многодетные родители. Вот, я полагаю, и в какой-то степени у вас не получилось донести до, ну, до своих детей, до своего ребенка, в частности, вот. Вот, что отказ, что невозможность удовлетворить потребность, да, ну, в той или иной степени, вот, это не всегда плохо, а порой и нормально. Вот, и то, что ребенок реагирует вот так, как он реагирует, ну, влезет и влезет, будет, конечно, именно об этом. В первую очередь. Именно о том, что, вот, есть такая вот проблематика в коррекции. И понятно, что могут быть еще и другие варианты, вот, ну, исходя из того, что пишите вы, пока, пока одновременно такой. И это, ну, основная гипотеза, скажем так, по крайней мере, моя. Обратите внимание, что, вот, вы описываете, вот, то, что мальчик 6 лет, отключает режим, я против, вот, и дальше вы описываете. Но, описывая, вот, то, что происходит, вы совсем не уделяете внимания контексту, вы не уделяете внимания этимологии происходящей. То есть это появилось не вчера, это появилось не сегодня, это появилось какое-то время назад. И совершенно логично, если это появилось какое-то время назад назад, что нужно посмотреть в целом на историю. В целом на историю этого процесса, вот, как это развивало. Потому что, ситуации, все ситуации реальны. И ваш ребенок уникальный, то есть, понятно. И, условно говоря, такой протест, как вы описываете, может быть вследствие множества факторов. Конфликт с кем-то, с кем-то из других детей. И проблема с другими, с другими детьми. А конфликт с кем-то из родителей, например, с вами, или с отцом, или, там, с дедушкой-бабушкой, вот, если есть они. То есть тут вариантов, повторюсь, много. И важно понимать, да, важно понимать, какие отношения у вас в семье. А вы, по сути, говорите только то, что у вас семья многодетна. Вот, ну, не в каждой многодетной семье ребенок ведет себя таким образом. Вот, поэтому информации пока что предельно мало. То, что я могу сказать, это то, что вы не распределяете корректно для детей, вот, энергию. Ну, то есть между детьми. И мальчик чувствует себя обделенным. Мальчик чувствует себя, ну, как будто ему что-то не добавят. Понимаете, да? Надеюсь, точно идет речь. И, соответственно, это побуждает его на вот такие, ну, в какой-то степени вызывающие, наверное, даже поступки, действия, поведения, слова и так далее. Вот. А вы пишите, что хотите убрать, то реакция, но для меня важно понять то, как вам она видится. Это реакция. Это реакция. Это реакция. Как вы ее воспринимаете, эту реакцию? Потому что, если вы воспринимаете ее только как что-то негативное и раздражающее, я боюсь, что далеко мы не увидим. Таким подходом. Потому что у реакции есть основания. И основания это то, что потенциально вам нужно в своей системе отношений с ребенком менять. И если вы не готовы к этому, а просто воспринимаете его поведение как что-то такое вот раздражающее, от чего хочется избавиться, то я боюсь, что это немножко не то направление, которое может дать вам чего-то хочу. Чего-то, чего-то хорошее, я имею в виду. Вот. Потому что психологи не занимаются тем, что убирают какие-то реакции. Поднимаем с тем, чтобы человек лучше себя понимал и лучше себя чувствовал. Вместе ощущал. Да? И может быть ваш ребенок и не будет говорить то, что говорит сейчас, но вот этот протест с его какой-то стороны, с его недовольства, оно останется, никуда не уйдет. И важно к ребенку прислушиваться, как мне кажется. И стараться включать его во взаимодействие между членами вашей семьи. Так я бы сказал, чтобы он чувствовал себя значащим. Вот. А сейчас, по моим ощущениям, он себя значащим не чувствует. И пытается привлечь внимание к себе вот такими поступками, такими действиями. Вот. Не всегда умелыми и не всегда корректными. Следующее, на что хотел бы обратить ваше внимание, это то, что вы говорите по поводу тяжести. Того, что вам тяжело общаться в таком ритме. Тоже довольно интересный момент. В общем, целом. То есть, вам хочется, чтобы ребенок был по-слушней, потому что, ну, например, у вас нет времени на то, чтобы услышать капризы, да? Ну, например, какой-то вариант. Или, может быть, есть что-то еще. Ну, какой-то еще момент. То есть, вот, что значит, вам тяжело. То есть, доносили ли вы до него такую мысль, именно мысль без обвинений, без негатива какого-то, да? Без, там, перекладывания ответственности на человека и прочее. Если донести до ребенка ваше состояние, вот, вполне вероятно, это тоже будет способно изменить характер вашего взаимодействия. При условии, что мальчик способен к эмпатии, вот, и при условии, что, ну, что он чувствует, то есть способен почувствовать там состояние и, ну, условно настроение, да, другого человека в данном случае. Вот. Немаловажный момент еще. Вважаемое взаимодействие социалом. Может быть, здесь это не так очевидно. Но, мне кажется, что от взаимодействия со папой, да, тоже многое зависит. Если ребенок взаимодействует преимущественно с вами, а отец, там, к примеру, все время работает и так далее, то не исключено, что человек просто перенял более выгодную, удобную позицию, вот. Но при этом она ему вредит, там, что он увидел какую-то внешнюю сторону к этой позиции, да, но не очень понимает, как, как вообще ей пользоваться этой, ну, этой позиции. Вот, потому что по форме она ему нравится, может быть, да, так легче, так, может проще где-то в чем-то. Вот, но этого мало для того, чтобы получать желаемое. Вот, поэтому тут тоже есть нюансы. Если отец мало участвует в жизни ребенка, вот, то крайне желательно его привлечь, вот, привлечь к, ну, к взаимодействию с ребенком. Чтобы больше было мужской модель поведения, поведения, ну, той, которая есть у отца. Вот, или, если так выяснилось, что папы нет, то, чтобы это был какой-то другой, то есть какой-то другой родственник, мужчина. Вот, ну, желательно, чтобы это был, например, ага, допустим, старший брат, если здесь, да, или дядя. То есть здесь именно вот дедушка и бабушка не подходят, потому что это поколение более старше, и, соответственно, здесь есть определенные нюансы, которые могут, к сожалению, ребенку навредить. Не всегда учитывается, вот, очень часто дедушек и бабушек привлекают к воспитанию детей, особенно ввиду того, что времени у них свободного достаточно много у дедушек и бабушек, ну, как право, вот. Бывает, по-разному, 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 как правило, больше, чем у более младых людей. Но это не всегда полезно для ребенка. Вот, вот так. Ребенок, ну, как бы, наиболее конструктивное, да, такое вот, я бы сказал, ну, может быть, строго дозированное общение с дедушкой и бабушкой. Вот. В противном случае могут быть трудности некоторых. В противном случае могут быть некоторые проблемы. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, мой ответ был полезен. Буду благодарен за обратную связь по нему вашу. Так, позволит вам начать работу над собой, если у вас есть такое желание. Всего вам самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.